Друзья, всем привет! Сегодня солнечная погода наконец-то вышла С утра был дождик Вчера мы ездили с Леной Степаной по грибы Сегодня она перерабатывает благополучно грибы Работает с грибами В руках у меня такая вот будет палочка Вот эта указка будет Сейчас пойдем снимать размеры Размеры нашего куна-погрузчика Фронтального погрузчика, установленного на тракторе МТЗ-50 Трактор у меня стоял несколько дней здесь Сейчас загнал его в гараж Он, в принципе, уже по большой степени нужен Все работы сейчас будем выполнять на этом тракторе, на маленьком Итак, пойдем покажу для вас Снял специальные размеры Будет темновато в гараже, будем пользоваться вот таким фонарем Который я когда-то купил на китайском сайте год назад Хороший фонарь, кстати Пойдем посмотрим Покажу вам Я уже заранее там снял Какие размеры нарисовал мелом Ну а сейчас вам просто расскажу Объясню почему, как, чем Буду пользоваться еще раз повторюсь Вот такой вот указкой Буду показывать Вот так, 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 так Ну что, вперед Пойдем Да, я, наверное, уже еще не показывал Покрасил крылья на один раз краской Краска есть На первый слой только покрасил, на второй не красил Ну так вот ничего получилось, неплохо Так что, вот так вот Трактор преображается потихоньку Еще вот Надо будет с крыши разобраться И начать делать фонари Покрасил я только крылья На кабину не красил Да, времени было Да и трактор был грязный Помыл его вот только вот Буквально-таки вчера Вот так Да Про погрузчик Кун Когда начал валиться колхоз Разваливаться наш колхоз Еще тогда интернета не было И объявления Так же, как и сейчас Печатались в нашей районной газетке Знамя труда И я как-то там нашел одно объявление Ой, сколько лет назад прошло Елки-палки Сколько как давно это было Больше десяти лет назад Это точно Может быть Не помню уже сколько В каком году было Короче Нашел объявление там И поехали Мы посмотрели Кун Погрузчик фронтальный Купили мы его Фронтальный погрузчик На льнозаводе У нас деревня такая есть За Курганкой Деревня Льнозавод Там раньше В советское время Занимались Переработкой Льна Там было хранилище Льна Большое Там большие Такие ангары Навесы стояли Не знаю как сейчас Может быть разобрали Может быть стоят Там у одного молодого человека Приобрели Фронтальный погрузчик У него там Был набор Сельхозородий Различных И он решил Тогда уехать В город Уехал Не уехал В город Не знаю Сейчас Ну это было Много лет назад Так что Вот так вот Ну что Пойдем посмотрим Кун Такой вот Собранный Кое-что У него там не было Но мы потом Привезли Дособирали Доделали У него там было По-простому сделано Пчела какая-то летает Конструкции Старая Советская В принципе Они одинаковые Наверное Разница Современной Конструкции Там может быть в толщине металла Может быть А так в принципе Все стандартное должно быть Ну ладно Пойдем Итак Размеры Куна Какие Крепится Крепится Кун У него есть две Стойки С этой стороны Стойка И С той стороны Стойка Крепится он К лонжеронам Трактора К лонжеронам Трактора Стандартные Вот эти Подушки Подушки Спереди Крепится подушка Вот к этой К плите Или как это назвать Ну К лонжеронам Рамы трактора Спереди На четырех болтах Вот она Передняя подушка И сзади Сзади тоже На четырех болтах Вот она Эта подушка Здесь вот Крепятся Ну Обыкновенные болты Стандартные Вот они Вот Она Стойка Это заводская Та тоже заводская Крепление заводское Единственное Тут вот должно быть Крепление К заднему Башмак К заднему Челку Трактора Но у меня Этого Этого Крепления Нету Надо сделать Ну короче Сделать Или Купить Продаются В городе Отдельно Пять тысяч Стоит Это вот Комплект Левая И правая Тяга Стойка Крепится Ну К лонжеронам Еще раз Сказал Здесь Заводское Крепление Вот Здесь Вот это Уже Переделано Это Не мы Переделывали Это было Вот у того У старого Хозяина Что мы Покупали Здесь вот Такая Толстая Пластина Вырезана Ну Короче Толстые Это И Ну Правда Вот Вваривали Уже Сами Вытачивали Пальцы Уже Пальцы Износились Вытачивали Пальцы Вваривали Вот это Здесь И Разбивает Это все Дело Здесь Это все Заводское Заводское Крепление Заводские Пальцы Заводские Уши Заводское Потому что Ну Оно Более Как-то Закаленное Надежное Зацементированное Ну Твердость Металла Гораздо Лучше Выше Чем У Современного Вот этого Самопала Так называемого Так Стрела Старого Образца Мерил я Вот От этого Центра До Вот этого Центра Вот Как это Назвать Вот так Вот Провел я Такую Линию Импровизированную Если так Можно назвать И вот Ну Как Центр сгиба Вот От этого Центра До Центра Этого Пальца 132 Сантиметра Вот Получилось Вот Покажу Вот Я тут Записал Так Вот От линии Вот От этой Линии До Центра До Центра Вот Вот Это И вот Вот Это Отверстие 130 Сантиметров Этих Стоек Не было Было У него У старого Хозяина Здесь Прицеплено Вот Дека Сделана Ну Как Упрощение Конструкции Стойки Стойку Эту Делали Сами Кажется Я не помню Или Или Сами Делали Короче Длина Стойки Вот Этой От центров Вот От этого Центра До Верхнего 59 Сантиметров Вот Она Правда У нас Немного Усиленная Потому Что Ее Несколько Уже Раз Однако Гнуло Здесь Усилили Потом Уголком Чтоб Не Согинало Длина Цилиндров Длина Цилиндров Вот Этих Вот Основных Больших Это Тоже Уже Купили Мы Потом Потом В Городе Омске Заехали На базу Сельхоз Там Было Три Вида Цилиндров Это Купили Самый Это Средний Размер Цилиндра Там В Зависимости От Толщины Штока За Сколько Купили Цилиндры Я не Помню Ну Тут Были Цилиндры Стояли Но Они Бежали Бежали Перепускали Длина Цилиндра От Цилиндров До Центров От этого Центра До Этого Центра 98 Сантиметров Примерно Такая Длина Эти Цилиндры Я покупал В Муранцево Тоже Покупал Тут Тоже Были Другие Маленькие Короче Это Я покупал Тоже Отдельно Потом Со Временем Длина Цилиндров Тоже От Этого Центра До Этого 70 Сантиметров Вот Такой Длинный Цилиндр Сейчас Перейдем А Не 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 Перейдем Еще Тут Покажу Так Расстояние Расстояние От Этого Центра Центра Вот Этого Отверстия До Этого 43 Сантиметра Вот Вот Тут Вот Такая Черта По центру Сделана И Тут Вот Видите Вот Это Расстояние Ну Может Кому Будет Интересно Хрен знает Может Кто Будет Делать Сам Так Расстояние Дальше Стойка Идет Вверх От Этого Центра До Этого Центра 48 Сантиметров Вот Это Длина Вот Этой Штанги Верхней 156 Сантиметров Вот До Этого Центра Так В гараже У меня Висит Всякая Фигня Короче Да У каждого Так Вот Все Так Перейдем На ту сторону Теперь Так Толщина Стрелы Вот Вот Этой Толщина Это 5 5 Сантиметров Сантиметров Вот Эта Толщина Вот Здесь Это Все Дело Вот Перегиб Сгиб Он Усиленный Вот Видно Такая Вот Тут Что-то Расстояние Вот От Этого До Центра Этого 8 Сантиметров Вот Это Расстояние Длина Вот От Этого Центра До Верхнего Центра 26 Сантиметров Ну Вот Так Вот Толщина Пальцев Хрен Такая Толщина Не знаю Честно Говоря Тут Труба Варенная Труба Диаметром 16 Сантиметров Вот Посередине Стрелы До На стрелах Усиливает Ну Меж собой Естественно Стойка Снизу Снизу Она Соединяется Вот Такой Промежуточной Опорой Добавляет Жесткости И Здесь Вот Тоже Была Тяга Такая Вот И Она Как бы Тоже Соединяла Воедино Эти Две Стойки Соединяла Делала Но Короче Ну Почему Я ее Убрал Потому Что Капот Высоко Нельзя поднять Только Вот До Этого Момента Но Бывает Обслуживать Трактор Там Что-то Менять Ремонтировать Делать Так Что Это Тут Тягу Убрали Ну Не тягу Как это Ломик Ну Не ломик Был Шприндель Стоял С болтами Здесь Вот Поэтому Так Вот Есть Эти Вот Тоже Усиливали Потому Что Это Была До Нормальная Она Неусиленная Это Вот Нормальная Ее не гнет Все хорошо Вот А это Почему-то Это То ли мы Делали То Я уж Не помню Честно говоря Тут Уголок Приварим Чтоб Ее не гнуло Так Вот Стойки Весь Кун Стрела И Сами Стойки Советские Толстые Толстый Металл Сейчас Может быть Делают Может быть Потоньше Да Еще Хотелось Показать Вот Тут Накладочка Есть Это Тоже Делал Старый Хозяин Владелец Бывший Вот Она Потому Что Это Считается Слабое Место Укуна Где Чуть Она Тогда Это Место Обламывает И Вот Делают Такие Вот Накладки Здесь Накладка Здесь Сделана И С той Стороны Тоже Сделана С той Стороны Стрелы Тоже Накладка Такая Вот Ну Вот Вот Так Вот Так Друзья Мои Вот Такой Обзор Моего Фронтального Погрузчика Нашего Есть Кое Какие Недоделки Кое Какое Где То Надо Усилить Поставить Тяги Длинные От чулка До стойки Где-то Там Покрасить Кто-то Скажет Что-то Еще Ну В целом Работой Фронтального Погрузчика Довольны Работает Исправно Хорошо Когда-то Заменили Цилиндры Сначала Короткие Цилиндры Заменили Потом Длинные Потому Что Бежали Уже Ремкомплектов На те Цилиндры Не было Цилиндры Были Старого Образца А эти Цилиндры Которые Сейчас Стоят Исправно Хорошо Работают И к тому же Сейчас Ремкомплект Пожалуйста Покупай Но С другой Стороны Все Это Исправно Работает Стараемся Стараюсь Поднимать Все Что Под силу Под силу Все-таки Своя Техника Не чужая Работаю Только Я сам Так что Будем Надеяться Что это Будет Служить Дольше Ну а Вам Уважаемые Зрители Может быть Кто-то По моим По моим Размерам Или Размерам Других Людей Ну Этих Размеров Фронтальных Погрузчиков На самом деле Много В интернете И Каждый Так 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 Делает Ну а Это В принципе Стандартная Конструкция Толстое Железо Советское Железо Толстое Которое Закалено Сделано Не подведет Будет Работать Ладно Все Пишите Свои Комментарии Кто что Думает Дождик Прошел Сейчас Обдует Маленько Съездим Еще Грибов Пособираем Все-таки Грибы Я люблю Но это Уже Совсем Другая История Продолжение следует Продолжение следует